Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ Новости. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сордоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. Все по-честному. Единую систему очередности на получение квартиры или земельного участка под ИЖС предлагают сформировать в республике. Что наша жизнь – игра. Областной драматический театр открыл новый сезон. Пришел за услугой, ушел с подарком. Центр обслуживания населения дарит своим клиентам подарки. Космо-мониторинг начали использовать для возврата неиспользованных земель в Казахстане. Напомним, с такой инициативой выступил глава государства Косможумар Тукаев на заседании правительства. Реализацию проекта обсудили сегодня на заседании комиссии по вопросам противодействия коррупции. Пилотный проект уже успешно внедрен в ряде регионов страны. В их числе Восточно-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области. В скором времени ноу-хау введут по всей республике. Дистанционное зондирование активно используется в ряде развитых стран мира и уже доказало свою эффективность. Однако Космо-мониторинг – лишь частичное решение проблемы. Выявленные земли еще необходимо вернуть. В этом плане работа проводится неудовлетворительно, подчеркнул госсекретарь Харумбек Кушербаев. Он поручил ускорить работу в данном направлении. Эффективность управления земельными ресурсами пока недостаточно. Это сопряжено с высокими коррупционными рисками и вызывает обоснованное возмущение граждан. Исходя из этого, создание максимально прозрачной современной системы управления земельными ресурсами можно назвать одной из самых актуальных задач в государственном управлении. Здесь для достижения успеха потребуется мобилизация усилий всех уполномоченных органов. Второй вопрос на повестке дня – обеспечение граждан доступным жильем. Согласно статистике, с 2013 года количество очередников страны выросло в три раза. Из 500 тысяч человек – 200 тысяч из социально уязвимых слоев населения. Для решения проблемы посредством программы «Нурлежер» с 2017 года введено аж 330 тысяч квартир и домов. На эти цели выделены колоссальные деньги – 3,5 триллиона тенге. В этом же году в эксплуатацию планируют ввести 150 тысяч жилищ. Однако этого недостаточно. По словам специалистов, проблема заключается в отсутствии единой системы. То есть один и тот же человек может состоять в очереди и на дом, и на землю. Кроме того, необходимо ввести активную разъяснительную работу с гражданами. Ответственные лица в каждой области должны донести до граждан о плюсах ипотечного кредитования. Нет мздоимству. Республиканская мониторинговая группа продолжает проверку госучреждений на предмет коррупции. В этот раз специальная делегация посетила Инбикши-Казахские и Ильиские районы. Об итогах проверки расскажет Дамир Анитов. На предмет коррупции члены мониторинговой группы проверили центральную районную больницу в Инбикши-Казахском районе. В период пандемии на медработников ложится большая ответственность. А потому для них максимально должны быть созданы необходимые условия. Для облегчения труда больницы давно перешли на электронный формат работы. Бумажная волокита осталась позади, рассказывает руководство учреждения. Более того, посредством портала Дамумед можно заранее записаться на приём к врачу, чтобы не стоять в очереди и подвергать себя опасности. У каждого пациента есть приложение Дамумед. Мы подробно разъясняем пришедшим людям о его плюсах. Так как в стране карантин, мы не можем рисковать жизнями людей и просим забронировать очередь через Дамумед. Это очень удобно. Вы согласуете время с лечащим врачом и можете прийти без очереди. Активно внедряется цифровизация в центры обслуживания населения. Уже сегодня почти 90% госуслуг можно получить, не выходя из дома. В их числе справки о несудимости, адресные. Также можно поставить ребёнка в очередь в детский сад. С работой ЦОНО в районном центре ознакомилась мониторинговая группа. По словам специалистов, в день здесь получают услуги свыше 900 человек. Большинство из них – онлайн. Когда люди приходят, мы их сначала встречаем снаружи, затем проверяем, у кого есть бронь, а у кого нет. У кого её нет, сразу ставим в онлайн-очередь. Таким образом соблюдаем санитарные нормы. Создание комфортной среды с условиями содержания заключённых ознакомила специальная республиканская мониторинговая группа. Члены делегации посетили учреждение ЛАЗ-155-4 ДУИС по Алматинской области. Представители делегации осмотрели жилые помещения и медико-санитарную часть и условия проживающих дома ребёнка, что находится на территории колонии. На сегодня здесь проживают 22 ребёнка до 3 лет. Как выяснилось, для них созданы все необходимые условия. Помещение мало чем отличается от уютного дома. В финансовом плане переезд будет обходиться где-то около миллиарда. Вот здесь 150 миллионов дайте, и они приведут всё в порядок. Дайте как следует вот эти... Ну, с Акиматом мы сегодня проговорили, вот, чтобы косы вот туда подключить, чтобы сливы были, чтобы санитарные нормы соблюсти. Затем в торжественной обстановке с соблюдением всех санитарных норм состоялось открытие трикотажного цеха по пошиву нательного белья. Оборудование современное, имеется сменная одежда. Теперь заключённые могут реализовать себя и принести пользу обществу, говорят представители учреждения. В целом, члены республиканской мониторинговой группы остались довольны условиями содержания осуждённых. Однако дали ряд рекомендаций, которые, по их мнению, помогут создать комфорт. Дамир Анитов, Хурманжан Касымжанула, Телеканал ЖИЦУ. Свыше одного миллиарда тенге затратят на реконструкцию пешеходных дорожек по Талдыгурганской улице Кабамбай-Батыра. Благоустройство территории подойдёт к финишу уже к концу сентября. На сегодняшний день выполнено около 70% работ. Комплекс строительных работ включает в себя демонтаж асфальтового покрытия пешеходных зон, укладку брусчатки, установку скамеек, освещения и малых архитектурных форм. Первый заместитель Акима Алматинской области Лязат Турлашев проинспектировал в очередной раз ход строительства и поручил соответствующим отраслевым руководителям усилить контроль за качествами своевременной сдачи объекта к сроку. В Алматинской области ведётся активная работа по реализации задач в сфере здравоохранения, поставленных главой государства в послании народу, в том числе по строительству новых объектов. Уже в этом году в регионе по программе «Дорожная карта занятости» планируется ввод 12 врачебных амбулаторий, медпункта и 9 крупных медучреждений. Параллельно начнётся и формирование медицинского кадрового резерва для трудоустройства на местах. Подробности из материала в сюжет. На освоение программы «Дорожная карта занятости» в сфере здравоохранения в этом году в Алматинской области выделено свыше полутора миллиардов тенге. В рамках проекта будет построено пять новых медучреждений. Капитальный ремонт ведётся и на четырёх крупных объектах. В рамках программы «Дорожная карта занятости» трудоустроено свыше тысячи человек. В свете послания президента о введении новых объектов на селе у нас сейчас будет построено в этом году по ДКЗ программе пять объектов. Из них самый крупный – это врачебная амбулатория на 100 посещений, Ргеле посёлок, это Карасайский район. В числе объектов, подлежащих капитальному ремонту, и областной перинатальный центр города Талтыкурган. Медучреждение 1992 года постройки рассчитано на 220 койко-мест. Не считая замены фасада, серьёзное обновление здания проводится впервые. Работы по «Дорожной карте занятости» здесь начались в мае месяце. На объекте трудятся 105 человек, трудоустроенных в рамках проекта. На капитальный ремонт из областного бюджета выделено более 1 миллиарда тенге. Закончить работы подрядной организации обещают до конца текущего года. Все работы должны закончиться в этом году, до конца года. Это четыре объекта. Это наш самый крупный – это областный перинатальный центр, Панфиловский район благоустройства, Щелек – также благоустройства, и врачебная амбулатория «Алгабаз». На сегодняшний день, вы сами видите, работы идут в срок и качественные. Реконструкция в Алгабазской амбулатории предусмотрела перепланировку, отчего здание стало гораздо функциональнее. Отведено помещение под лабораторию, фильтр и другое. Есть и дневной стационар на пять койко-мест. Также проведено сейсмоусиление. Наряду с этим установлены две печи для твёрдого и жидкого топлива. К началу октября медперсонал амбулатории уже сможет приступить к работе. У нас имеется девять амбулаторий, девять фельдоскопшедпунктов и девять медпунктов. Все амбулаторные оснащены автомобильные машины, санитарные машины. Под ДКЗ в Алгабазе работали 10 человек, под ДКЗ в станции Коксу 10 человек и в Айнаблаке 10. Общие только 30 человек под ДКЗ работали. А вот на 121 миллионов денег выделено было на капитальный ремонт. Капитальный ремонт очень всё качественно проведён. У нас соответствует стандарту. По санктуру всё полностью. У нас имеются кабинеты, фильтры, чтобы сортировать больных, температурующих полностью. Обслуживая население, дисплоэнтичное население. В текущем году для новых и действующих медучреждений области будет приобретено медицинское оборудование. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 7 миллиардов тенге. Гульмира Тимиргалеева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Ряд новых бизнес-проектов в сфере услуг заработал в Раимбекском районе. Соответственно, созданы и новые рабочие места. Это стало возможным в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Инбек». Молодой житель села Наренхол Багашар Лескенулы любимым делом занимается уже два года. И только в этом году узнал о безвозмездной помощи от государства. Сразу же обратился в центр занятости, где помогли ему разработать бизнес-план. Теперь это не просто приём заказов на дому, а полноценная мастерская. От клиентов отбоя нет, говорит довольный предприниматель. Приобрёл микроскоп и вакуумный ламинатор. Для качественного выполнения работы эти приборы очень нужны. До этого мои земляки из-за ремонта одного мобильного телефона были вынуждены выезжать в город, а это не менее 300 километров. Не все это могут себе позволить. Учитывая это, я и открыл здесь мастерскую по ремонту сотовых телефонов. Есть план для расширения. Будет мастерская по ремонту другой бытовой техники. Помощи от государства нуждался и другой житель Наренхола. Сабигат Ахмед. После окончания высшего учебного заведения ему трудно было найти стабильную работу у себя на родине. Тогда Сабигат обратился в центр занятости, где ему предложили пройти молодёжную практику в районном Акимате. На практике я обрёл определённый опыт, также показал свои способности, после чего меня взяли на работу в государственный правовой отдел. Работа мне очень нравится, и что самое главное в государственной программе – это то, что практика оплачиваемая. Государственная программа также может оказать содействие в трудоустройстве и на социальное рабочее место. Именно этим направлением программы Янбек воспользовалась Гульшат Абдрешева. После декретного отпуска найти хорошую работу в райцентре помогли сотрудники центра занятости. Мне в центре занятости дали направление к предпринимателю Шопановой. Она меня взяла на работу в свой магазин, реализатором. Получаю хорошую заработную плату. Её мне не задерживают. Я благодарна всем, кто содействовал в трудоустройстве. Многие жители села планируют расширить имеющийся бизнес и даже с низкой зарплаты получить кредит через центр занятости. Однако это не всегда возможно, поскольку главным условием подобного займа должно быть залоговое имущество. Залоговое имущество старое. В связи с этим имеются трудности. Всего один или два миллиона оценивают здания. А людям нужно побольше средств. 17 человек получили направление. Идёт рассмотрение документов. Отмечается, оказывая помощь начинающим предпринимателям, государство решает и свои задачи. В первую очередь снижается уровень безработицы. Именно эту цель преследует государственная программа «Янбек». Благодаря ей практически любой безработный гражданин получает возможность не только трудоустроиться, но и начать собственный бизнес. Гульназ Мустафа, Ержан Юсен, телеканал ЖТСУ, Раимбекский район. К новостям республики. Жилищный скандал. Более сотни семей требуют свои квартиры в Актау. Люди полностью внесли предоплату, но уже три года вынуждены ютиться у родственников или арендовать жилплощадь. Первый застройщик сидит в тюрьме. Второй и рад бы довести дело до ума, но Акимат развёл бумажную волокиту. ЖК «Атамикен» обещали сдать в 2017 году. Но за махинации застройщика посадили. Обязательство приняло на себя другое товарищество. Новоселье анонсировали в 2018 году. Но снова не случилось. Владельцы квартир считают, что новая компания потратила их деньги на другие свои объекты. Глава компании застройщика признаёт, проблемный объект он не сразу хотел брать. Но он согласился, потому что в Акимате Актау очень уговаривали и обещали золотые горы. Застройщик всё же обещает сдать дом к концу года. По его словам, сейчас проблема не в финансах, а в рабочей силе. Из-за пандемии все строители разъехались по домам в страны ближнего зарубежья. Спустя 20 лет задержали наркодилера в Усть-Каменогорске. 50-летний уроженец Павлодара водворён в изолятор временного содержания. Как рассказали в полиции, в марте 1998 года мужчина незаконно приобрёл у неустановленных лиц марихуану в особо крупном размере. Наркотическое средство он перевёз в Усть-Каменогорск и незаконно хранил у себя дома. При обыске квартиры полицейские обнаружили запрещённое к обороту вещество, а также денежные средства, вырученные от продажи наркотиков. Однако самому подозреваемому удалось скрыться. Было возбуждено уголовное дело, наркоторговца объявили в розыск. На поиски наркодилера ориентировали весь состав полиции, направили ориентировки по республике и даже за его пределами. Однако розыскные мероприятия положительных результатов не давали. Возможное местонахождение беглого преступника определили в сентябре 2020 года. На место срочно выехала опергруппа Усть-Каменогорска. Как выяснилось, мужчина спустя некоторое время привык Павлодар, где проживал в арендованной квартире. Разыскиваемого задержали и водворили в ИВС. У войны не женское лицо. Именно этой постановкой областной драмтеатр встретил зрителей на открытии 45 сезона. Оборудованный на 500 мест зрительный зал театра принял лишь около 80 человек, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Невзирая на малое количество зрителей, артисты сыграли проникновенно, что каждый гость сумел насладиться долгожданной примерой. Пусть актерам и не хватает большой и широкой публики, главное – это благополучно перенести пандемию, считают артисты областного драмтеатра. И даже малое число зрителей ничуть не подрывает их решимости выложиться на полную. Постановка по мотивам книги Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо» трогает сердце зрителя с самого начала и держит в сопереживании до конца истории. У нас театр предназначен для 500 же зрителей. Если бы был полный зал, конечно, это было бы очень… и актеры бы вдохновились бы, и актерам что нужно? Актерам не хватает. Мы соскучились по зрителям, понимаете? Это вот сколько месяцев мы же по онлайну работаем. Все-таки онлайн и с онлайн – это все хорошо, но мы должны чувствовать дыхание зрителей. Вот этого не хватает, понимаете? Открытие сезона прошло на ура. Актеры не просто не ударили в грязь лицом, а сорвали овации зрителей трогательной и проникновенной игрой. Зрители соскучились по театру, а театр соскучился по зрителям. Актеры явственно показали, что рады нас видеть, и мы тоже были очень рады. Раньше мы не пропускали ни одной постановки, и вот теперь, после вынужденного перерыва, наконец, пришли снова. Сегодня была особая постановка, посвященная 75-летию Великой Победы. Мы увидели огромный труд и старание актеров, позволившие им столь замечательно выступить. 18 сентября будет еще одна постановка, и мы намерены ни за что не пропустить ее. Картина порадовала каждого, и зрители аплодировали стоя. Двери театра открыты для всех желающих весь новый сезон, а актеры с нетерпением ждут возможности поделиться со зрителями новыми постановками. Рустам Аралбаев, Нурбек Жорумбаев, телеканал ЖИЦУ. Продолжаю выпуск. Свежие традиции. В ЦОНИ Талдыкургана дарят подарки тем, кто впервые пришел получать паспорт, свидетельство о рождении или оформлять пенсию. Необычную акцию «Счастливый клиент» проводят сотрудники Центра обслуживания населения с начала сентября. Планируется сделать так называемый «жесть добра» традиционным. Таким образом, сотрудники намерены подсластить горожанам жизнь в это непростое время с помощью небольших презентов. И помимо качественного оказания госуслуг, дарить жителям хорошее настроение. Услугополучатели в среднем в городской Центр обслуживания в день приходит до 250 человек. Им оказывают больше 100 видов государственных услуг. Остальные 435 доступны гражданам в электронном варианте. Стоит отметить, акция «Добра» проводится во всех ЦОНах Казахстана. Конечно, здесь размер и цена подарка не имеют значения. Главное – поднять настроение услугополучателей. Я пришел в ЦОН получить свой паспорт и в ближайшем будущем планирую поехать в Россию, обучиться кондитерскому мастерству. Мечтаю работать в кондитерском доме Куликовский. Очень неожиданно было получить этот сюрприз. Конечно же, вдвойне приятно получать подарки, когда этого совсем не ждешь. Спасибо большое сотрудникам. В преддверии Дня языков Казахстана прошел конкурс среди подростков разных национальностей Алматинской области. Цель мероприятия – пропаганда государственного языка и укрепление общественного согласия единства страны. Так, в конкурсе приняли участие 46 молодых ребят в возрасте от 16 до 25 лет. Восьми этносов – это русские, татары, уйгуры, чеченцы, узбеки, курды и украинцы. Состязание проходило по трем номинациям. В номинации «Куркемтль» необходимо было написать эссе на тему 25 лет АНК. Во втором этапе «Куркемсус» – прочитать стихи Абая. И в номинации «Куркемой» в устной форме ответить на вопросы членов жюри. По итогам соревнования победителям и участникам вручили грамоты и ценные подарки. Несмотря на то, что я учусь в уйгурском классе, я также знаю свой второй язык – казахский язык, потому что мы живем в Казахстане, и каждый гражданин должен знать казахский язык. Я с детства знаю казахский язык, потому что хожу в казахскую школу. С друзьями тоже общаюсь на казахском языке. Сюда я пришла, чтобы показать свои способности. Французские врачи готовятся ко второй волне коронавируса. Палаты уже заполнены наполовину. Самому молодому пациенту 36 лет. Врачи утверждают, что в больницах есть запас материалов и медикаментов, позволяющий работать при максимальной нагрузке 10 недель. Готовы и резервные места в реанимации. Число госпитализированных пациентов с COVID-19, в том числе тех, кому необходима интенсивная терапия, постепенно растет. Но все еще очень далеко от весенних показателей. Так что у врачей есть возможность не отменять не связанные с коронавирусом операции, как это приходилось делать весной. Этой находке не менее 22 тысяч лет. Прекрасно сохранившуюся тушу пещерного медведя ледникового периода нашли якутские оленеводы на острове Большой Ляховской Новосибирского архипелага между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. У вымершего 15 тысяч лет тому назад животного благодаря вечной мерзлоте сохранились зубы, шерсть, нос и все внутренние органы. Настоящий кладезь для ученых, ведь и раньше удавалось найти лишь кости пещерного медведя. Радиоуглеродный анализ позволит определить точный возраст животного. Предполагается, что он жил от 22 до 39,5 тысяч лет тому назад. Власти Греции объявили об аресте шести подозреваемых в поджогах, в результате которых полностью сгорел лагерь мигрантов моря на острове Лесбас. Все задержанные выходцы из Афганистана, двое из них несовершеннолетние. После пожара они были эвакуированы на материковую Грецию. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Расследованием пожара на Лесбасе занимается лично министр защиты граждан. Сейчас уже определено место строительства нового лагеря. По словам властей, Евросоюз обязательно продемонстрирует большую солидарность с Грецией в решении проблемы мигрантов. Талдыкурганская юношеская сборная по вольной борьбе намерена завоевать первое призовое место на чемпионате Алматинской области. Сейчас юные борцы приступили к тренировкам в спорткомплексе «Жастар». На ковер ребята выйдут уже в ноябре. Конкуренция среди юниоров высокая, ведь на оригинальном первенстве выступят сильнейшие вольники из всех районов. Потому подготовка идет полным ходом. На данном этапе спортсмены отрабатывают технику исполнения приемов. Занятия проходят ежедневно по два часа в сутки. Соблюдаем все санитарные нормы. На каждом ковре тренируется ограниченное количество детей. Сейчас даю задание на максимальную нагрузку и технику. Принять участие в соревновании борцы в принципе готовы. Это были все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин